В год Константина Иванова Московское издательство архив мировой литературы и объединение городских библиотек Чебоксар выпустят аудиокнигу на русском и чувашском языках по поэме Нарспи. Выступить в роли сказителя чувашского эпоса в радиоспектакле пригласили актера Михаила Ефремова. Какое впечатление произвела на него поэма и насколько правнуков Ивана Яковлева ощущает себя чувашем, смотрите в репортаже Валентины Полевцевой. Михаил, готовы? Начали. Главное при создании аудиоспектаклей, как и театральных пьес, подобрать актеров для характерных персонажей, говорит издатель. В случае с Нарспи думали и о Хабенском, и о Безрукове, но Ефремов оказался вне конкуренции. Ну, Ефремова мы выбрали, помимо того, что он замечательный актер и ваш земляк, он отлично подходит на роль автора. Он отлично передает весь колорит национальный и эмоциональный. Ефремов читает почти без пауз, лишь иногда останавливаясь, чтобы уточнить, кто такой Аржюри или характер персонажа. Старуха и Мегидер, это отец и мать Нарспи. Вот они друг с другом привлекаются, кто в чем виноват. А, понятно, я все понял. Впрочем, иногда автор ставит актеров в тупик. Трое всадников на борзах рыщут по лесу. А, да. Трое всадник, а то, что они на собаках ездили, что ли? Когда узнаешь про свой пронарод? Вы себя хоть немножечко чувашим ощущаете? Конечно, конечно. Чувашь – это такая замечательная вот вещь, потому что, когда начинают все о чем-то говорить, там, национальный вопрос, ты-то-то, ты можешь просто сказать, а я чуваш. Я помню, я в советское время был в Чебоксарах, где-то мне было лет 12, я 12, мама привезла, когда я первый раз как бы осознал, что у меня какой-то предок чувашский. И потом я приехал ему когда, лет там 7-8 назад на фестиваль в Чебоксаре. Конечно, это удивительно. Это какой он стал красивый, какой он стал чистый, какой он стал светлый. Прямо как будто из поэмы Нарспи. Поэму Нарспи Михаил Ефремов читал еще в детстве, но и спустя много лет она поражает его своей экспрессией. Это национальная, конечно, штука. И очень хорошо, что ее перевели на русский, оставив какой-то колорит. Хорошую литературу, ее больше надо вкачивать в современные гаджеты. Тогда можем надеяться, что вдруг ее прочтут в айфоне. Ну а так, конечно, надо издавать. Надо, может быть, вставить. Может быть, мультфильм, кстати. Мультфильм бы вот такой был. Ну и конечно же знаете, что Чуваша, это страна 100 тысяч песен, 100 тысяч мышек. Вот этот вот галстук. Вау, супер, спасибо. После нашей встречи у Михаила Ефремова появились свежие издания поэмы и галстук с этнической символикой. А у чебоксарцев вскоре появится аудиопостановка Нарспи в новом прочтении. Валентина Поливцева, Вести, Чебоксары, Москва.